И сегодня я расскажу о том, как мы, о проекте, в рамках которого мы строили рекомендательную систему для пользователей видеоконтента, киноконтента. Два слова о компании Интрапро. Компания находится в Киеве, конкретно наша. Интрапро это компания, которая работает в медийной отрасли и занимается полным циклом проектов, начиная от поддержки девайсов, коробок, заканчивая перабайтами данных, сотнями серверов, коммуникациями со спутником и прочее. И в рамках отрасли у нас есть и перспективные проекты, которые не находятся непосредственно в продакшене, которые разрабатываются на перспективу с использованием Data Science. Один из таких проектов это построение нашего рекомендатора. Два слова о контексте, в котором должен работать наш рекомендатор. У нас есть аккаунт, в рамках аккаунта зарегистрировано сколько-то пользователей. По сути это хаусхолдер, домохозяйство и в нем люди, которые обычно являются семьей. У каждого юзера может быть несколько девайсов, в которых он может быть залогинен, может быть не залогинен. И на этом девайсе юзер генерирует какие-то события. То есть, по сути говоря, нажимает кнопки на пульте, выбирает какой-то фильм, просматривает его, останавливает, возвращается, перематывает, ставит на паузу, смотрит с паузы и так далее. Каждое такое событие для нас является единицей информации. И из этих событий мы должны, проанализировав их, построить для пользователя рекомендательную систему. То есть обучить модель и заставить ее, когда она видит этого пользователя, предоставить ему список из N, в данном случае у нас было из пяти фильмов, которые она рекомендует ему посмотреть. Для решения этой задачи мы использовали три математических алгоритма. Это алгоритм cocurrency, это алгоритм коллаборативной фильтрации и это бинарная логистическая регрессия. Я немножко остановлюсь на каждом из них. Думаю, что все с ними знакомы, но я для единого языка общения немножечко сокровольно расскажу, как каждый из них работает. Алгоритм cocurrency построен на том, что анализирует схожесть айтемов, в данном случае фильмов, хотя в принципе он универсален и применим в любом контексте, на основании предпочтения этих айтемов одними и теми же пользователями. То есть условно говоря, если в обычном мире, скажем, мы можем из общей логики заключить, что клубника похожа на землянику, потому что это ягоды, они красного цвета, созревают в одно и то же время и так далее. Это я сейчас привезу, скажем, логику кластеризации обычной, то система, обученная на cocurrency, может заключить, что клубника похожа на сметану, потому что очень многие пользователи часто употребляют эти айтемы вместе, клубнику со сметаной. И таким образом рекомендательная система обучается так. Она видит, что многие пользователи, которые ели клубнику вместе с ней, также ели сметану. Поэтому если она видит, что какой-то пользователь съел клубнику, она смотрит, что из айтемов, которые едят с клубникой, он еще не использовал сметану и рекомендует ему сметану. Это общий принцип работы этого алгоритма. В рамках нашего проекта он реализован так. В кавке хранится в виде, по сути, как события генерируются. Это JSON, который нам падает где-то около миллиона событий от пользователя в течение каждого дня. То есть одно событие, старт фильма, выпала строчка. Что это за фильм, какой он поставил, потом рейтинг фильма тоже. Фильм, рейтинг, время начала, время окончания события, в какой пользователь, в каком аккаунте, с какого девайса. И вот таких вот строчек огромное количество. Кавка эти события через LUM-агент вкладывает в HDFS. Вот в этом блоке обучается модель. Конкретно ACoCurrency был реализован с использованием библиотек Махаута, написан на Java. Но это просто было выбрано решение, не потому что оно какое-то уникальное. И в УЗИ мы настраиваем частоту переобучения модели. В Кассандре хранится история фильмов, которые уже посмотрел пользователь. И после того, что обучена модель, Elasticsearch ищет фильмы, похожие на те, которые он посмотрел, но те, которые он еще не смотрел. Второй алгоритм, который был реализован, это коллаборативная фильтрация. Она работает концептуально похоже на ACoCurrency, только она анализирует похожесть не айтемов, не фильмов, а похожесть пользователей на основании того, что они смотрели одни и те же фильмы. То есть я могу оказаться похожа на какого-то очень пожилого дедушку, живущего где-то там на Северном полюсе и пасущего оленя, только потому что за последний, например, год мы с ним вместе посмотрели одинаковые 15 фильмов. То есть система обучается таким образом. Ну, это специфика алгоритма, равно как и клубника со сметаной, так могут оказаться похожи, не похожи с точки зрения банальной какой-то базовой логики люди. Точно так же она обучается, смотрит, кто из пользователей на меня похож, и из тех пользователей, которые наиболее похожи, выбирает, что смотрели они, из того, что не смотрела я, с наиболее высоким рейтингом. Здесь использовали Spark, библиотеку MLlib для обучения и потом для выдачи рекомендационного списка. Использовали, как видим, дважды. Точно так же УЗИ запускал таску обучения модели, а дальше Spark, скала запускает механизм рекомендаций. Здесь историю мы не охранили в Кассандре, потому что ее забирает напрямую рекомендатор из HDFS. И еще интересные отличия этой модели, что она учитывала, в отличие от CoCurrency, не только сам факт просмотра фильма, но и рейтинг, который поставил пользователь фильму. То есть если люди посмотрели одни и те же фильмы, но поставили разные рейтинги, они будут в меньшей степени похожи, либо не будут похожи в принципе. И после обучения модель прогнозирует не только сам факт того, что пользователь посмотрит, не посмотрит фильм, она прогнозирует, по сути, на выходе рейтинг, который пользователь поставит потенциально этому фильму. И когда рекомендательный список подается на пользователю, то он сортируется по потенциальным рейтингам, по убыванию прогнозируемых рейтингов. Третий алгоритм, который был реализован, это бинарная логистическая регрессия. Общий принцип регрессии построен на том, что она должна обучиться таким образом, чтобы модель понимала, чем по своим характеристикам отличаются пользователи, чем отличаются люди, которые совершили какое-то целевое действие, от людей, которые не совершили этого действия. То есть у людей может быть огромное количество характеристик, какие только позволят нам вытащить систему. Пол, возраст, склонность смотреть повторно одни и те же фильмы, любовь к сочетаниям жанров, любовь пересматривать фильм, любовь, чувствительность к фильмам, которые имеют высокий рейтинг в системе, наоборот, нечувствительность к мнению других пользователей. И модель, часть из них посмотрели какой-то конкретный фильм, а часть из них этот фильм не смотрели. Таким образом, модель должна понять, что вот в этом огромном наборе параметров отличает первых от вторых. Для данного релиза регрессия строилась на, выбрали порядка 40 предикторов. Это базовые соцдем характеристики. Они имели в данной реализации небольшой вес, но мы их решили оставить где-то ближе к концу. Я вернусь, станет понятно, зачем. И в основном характеристики, которые мы включили в эту модель, это суммарное количество жанров, которые… То есть фильм имеет в своем описании какие-то жанры. Мы анализировали для пользователя суммарное количество фильмов каждого жанра, который он посмотрел, суммарную их продолжительность и соотношение продолжительности просмотра конкретного жанра к общему числу насмотренных фильмов. Таким образом, у нас получилось, что для каждого фильма была обучена отдельная модель логистической регрессии. Ну, такая специфика регрессии, что она прогнозирует в данном варианте одно целевое событие. То есть у нас было в системе 10 тысяч фильмов, и мы обучили 10 тысяч моделей. Мы берем N пользователей, которые посмотрели этот фильм, потом случайным образом такое же количество пользователей, которые его не смотрели, при том вот это, которое не смотрели, для каждого фильма должно выбираться по-новому, чтобы это не были одни и те же. И помечаем, смотрел ли этот пользователь фильм, не смотрел, и обучаем регрессию. Ну, это общеизвестная формула, это вероятность, по которой рассчитывается, вероятность того, что этот пользователь посмотрит вот этот фильм. И обучение модели заключается в подборе вот этих вот коэффициентов регрессии. А вот это параметры, которые находятся у нас в столбцах. Реализованная регрессия была точно, вернее, регрессия была сначала протестирована на SAS, так случайно сложилось технологически. И когда мы продвели предварительную оценку, мы, чтобы не использовать сторонние библиотеки и библиотеки SAS, мы переписали полностью алгоритм на скале с использованием Spark. В принципе, инфраструктура та же самая, что и в двух предыдущих алгоритмах. В Кассандре мы хранили вот эти вот АБТ-таблицы для регрессии. И АБТ-таблица после каждого события, которое пользователь здесь производит, например, посмотрел еще один фильм, она обновляется на лету. Таким образом, поменять рекомендационный список мы можем двумя способами. Либо у нас переобучается модель, ну то есть мы настраиваем в УЗИ запуск переобучения модели, что в случае с регрессией довольно дорого, потому что переобучить 10 тысяч моделей, это занимает определенное время даже на распределенной системе. Либо у нас модель хранится по-прежнему здесь, но когда изменяется АБТ-таблица, понятно, что рекомендационный список перестраивается, потому что реагирует на то, что пользователь совершил какое-то действие в системе. Проводя высокоуровневое предварительное сравнение алгоритмов, понятно, что CoCurrency обучается довольно быстро, потому что обучается сразу на всем массиве имеющихся данных. И выдает рекомендации тоже довольно быстро. CoCurrency первый, пожалуй, из всех трех алгоритмов по требуемой истории насмотров. То есть представим себе, что мы запускаем холодную систему, у нас в ней появляются фильмы, постепенно появляются пользователи. После двух-трех недель действий пользователей в системе, CoCurrency в принципе обучается и уже дает приемлемый результат. Регрессия в этом смысле сильно ему уступает. Минус этого алгоритма в проблеме полностью холодного старта, которую нужно решать, безусловно, принудительно. То есть если мы ничего не знаем про этого пользователя, если он ни на кого не похож, ничего не сделал, понятно, что нам нужно просто административно решить. Покажем ему 5 любых порекомендуем или порекомендуем 5 новинок. И это специфичность его обучения под конкретных пользователей. То, что я говорила вначале, что если наши пользователи едят клубнику со сметаной, то он обучится, что мир такой, что клубника похожа на сметану. Если они вдруг едят клубнику с селедкой, он обучится, что клубника похожа на селедку. И в самом алгоритме нет потенциала для увеличения точности. То есть мы никак не можем поднять точность самого алгоритма, кроме как ждать, пока у нас нарастет история, получится больше пользователей, больше фильмов, алгоритм будет дообучаться и сам дообучится. Мы ничего не можем в него внести, добавить, чтобы он стал прогнозировать точнее. В принципе, все те же проблемы, особенности есть у коллаборативной фильтрации. Она чуть-чуть больше требует времени действия пользователей в системе. Кроме того, она требует, чтобы пользователи ставили рейтинги фильмам. По опыту где-то только процентов, дай бог, 3-5 ставит рейтинги из тех, кто смотрит фильмы. То же самое в коллаборативной фильтрации. У нас нет возможности повышать искусственную точность этого алгоритма. И кроме факта просмотра и проставления рейтинга, у нас нет возможности добавить туда никакую дополнительную информацию о пользователях, сколько бы мы ее не извлекли из поведения. Регрессия хорошо обучается на достаточно продолжительной истории. Когда история месяц, два, три, она хорошо обучается на больших периодах, на большом объеме событий, когда мы можем как-то понимать, кто такие пользователи. И регрессия в принципе обладает практически, ну нельзя сказать неограниченным, но очень большим потенциалом для увеличения точности. Потому что кроме того, что мы можем научиться извлекать новые события в системе, то есть генерировать новые предикторы, скажем так, методом интеллектуального поиска, мы можем сказать, давайте введем в качестве предиктора соотношение часового пояса, в котором находится человек, к суммарной продолжительности телесериалов, которые он посмотрел за летние месяцы. Никто нам не мешает придумать такого рода параметры. Иногда оказывается, что такие вот искусственно или не искусственно, или из какого-то эмпирического опыта полученные вещи повышают точность. Ее большой минус — это огромное время, которое необходимо на обучение, потому что для каждого фильма она обучается отдельно. И это довольно большое время для построения рекомендаций, потому что мы понимаем, что у нас обучилось 10 тысяч моделей, и они лежат в HDFS в формате паркет. Когда пользователь пришел и говорит, здравствуйте, дайте мне список рекомендаций, вот эта штука поднимает отсюда все 10 тысяч моделей для этого пользователя и смотрит вероятность просмотра каждого 10 тысяч фильмов для этого пользователя. Чтобы посмотреть одну вероятность пользователя в фильм, она запрашивает каждую вероятность у каждой отдельной модели. После чего мы сортируем фильмы в порядке убывания вероятности просмотра и выдаем первые 5 пользователю, вот мы рекомендуем. То есть она очень сильно расходует ресурсы. Регрессия выдавала за 2-3 секунды. Ну, трудно сказать, или это... Там фактически на планшете она 2-3 секунды выдает. Но там на самом деле все вместе играет роль. Когда мы обучали на 9 миллионах событий для 10 тысяч пользователей, 10 тысяч ивентов, обучали полный цикл моделей, у нас заняло чуть больше 6 часов один цикл обучения. Как она выдает рекомендацию? Ну, мы таких чистых замеров не проводили, потому что в системе суммарно оно... Ну, даже по физическому ощущению оно тормозит на конечном клиенте сильнее, чем кокарнси или коллаборативная фильтрация. Но плюс в том, что она меняет в реал тайме свои рекомендации без переобучения. То есть пользователь посмотрел фильм, Кассандра записала счетчик, и рекомендации поменялись. Потому что кокарнси и коллаборативной фильтрации без переобучения такой фокус не произведет. Это производит, скажем, вау-эффекты. После того, что мы сравнили их экспертно, мы производили замеры работы конкретных алгоритмов на двух наборах данных. Тут я немножко остановлюсь на двух вещах. Первое, что это за цифра, что за число, а второе, что это за наборы данных. В качестве оценки нам оценить, как же работают наши рекомендаторы. Мы выбрали соотношение числа фильмов, которые пользователь посмотрел из списка рекомендаций, к общему числу фильмов, которые он посмотрел за какой-то период. Допустим, пользователь посмотрел, мы запустили наш рекомендатор, он за время теста рекомендатора посмотрел 100 фильмов. Из них 20 из рекомендатора. Значит, у него будет его конкретный KPI 20 сотых. По системе таких пользователей 10 тысяч. Каждый посмотрел, сколько там. Мы суммируем это число, получаем какой-то процент. Сколько процентов фильмов пользователь посмотрел из нашего рекомендатора. У нас было два набора данных для проверки наших моделей. Первый набор данных — это данные с сайта MovieLens. Сайт MovieLens предлагает пользователям следующую услугу. Они должны зайти на сайт и зарегистрироваться, и поставить рейтинги первым там нескольким фильмам, которые они уже смотрели. Написать отзыв, там какую-то оценку поставить. После чего сайт MovieLens на основе своего какого-то алгоритма рекомендации для нас неизвестного, говорит, вот мы советуем посмотреть вам то-то, то-то. Дальше пользователь находится на сайте и оценивает киноконтент, который находится там. Пишет какие-то отзывы, ставит рейтинги, ставит пометку «посмотрел, не посмотрел». История просмотра пользователя находится у них в открытом доступе для подобных исследований. Чтобы обучить модель, мы относительно каждого пользователя разбили всю историю просмотров в соотношении 80-20. То есть для каждого пользователя 80% фильмов мы взяли в обучающий набор и 20% в тестовый. То есть модель должна была, по сути, ну, с обучающим все понятно, мы каждую из моделей отдельно обучали на истории, считая, что вот это история просмотров. С тестовой модель должна была предсказать для каждого пользователя N умноженное на 5 фильмов и посмотреть, сколько из этих фильмов попали в этот набор. Почему N умноженное на 5? Потому что, чтобы выбрать, например, отсмотреть 20 фильмов, мы считаем, что пользователь 20 раз увидел рекомендатор из списка по 5 фильмов. То есть он совершил какое-то действие, посмотрел фильм. После этого рекомендатор поменялся, показал ему другие 5 фильмов. Пользователь опять посмотрел фильм. Таким образом. Но тут была одна довольно существенная проблема. Угадать, какой фильм посмотрит пользователь и порекомендовать ему, посмотри вот этот фильм, и он, о, да, точно, я его посмотрю. Это в реальной жизни совершенно разные задачи, потому что повлиять на выбор человека или предсказать, что он выберет, это совершенно разные вещи. Предсказать намного сложнее, чем показать ему то, что ему потенциально понравится. И для того, чтобы с этой задачей как-то справиться, мы построили свой эмулятор пользователя, который генерировал события от имени пользователя. Как мы его построили и почему он суперхороший, я расскажу чуть-чуть дальше. Факт в том, что на данном датасете происходило следующее. Мы запустили генератор, он произвел некоторые, в течение дня, допустим, он нагенерировал месяц событий, просмотров пользователя. После чего на этом месяце обучились все наши модели. И дальше рекомендатор показывал в живом режиме, работал вместе с генератором. То есть, когда пользователь активизировался для того, чтобы посмотреть фильм, рекомендатор показывал ему список. И пользователь имел возможность, наш искусственный пользователь имел возможность выбрать из рекомендационного списка фильм, либо выбрать фильм из основного множества фильмов. Таким образом, поэтому здесь другие проценты, потому что здесь пользователь действительно, скажем так, видел рекомендационный список, а здесь рекомендационный список пытался спрогнозировать поведение пользователя. Когда мы получили эти числа, мы стали думать, а как нам к ним относиться. То есть понятно, что нельзя их сравнивать со ста процентами, потому что угадать сто процентов случаев выбора пользователя невозможно, и порекомендовать пользователю такой список, чтобы он сто процентов фильма выбирал из него, тоже практически нереальная на данный момент задача. Поэтому мы ввели еще два алгоритма рекомендации. Это рандомный, то есть просто случайный всего набора фильма, он выбирал какие-то пять и показывал. В данном случае из наших фильмов, в этом случае из базы MovieLens. И Top Hot Rate это первые фильмы по дате выпуска наиболее свежие и по рейтингу в системе, поставленные другими пользователями. То есть это с точки зрения бизнеса объяснимые для сравнения вещи, потому что неизбежно возникает вопрос, если вдруг окажется, что рекомендовать случайно примерно так же, как мы рекомендуем при помощи какой-то там чудовищной математики и усилий целой команды, или если вдруг окажется, что можно просто предлагать новинки, которые уже высоко оценены другими, и тоже происходит примерно то же самое, зачем вообще мучиться и строить какой-то суперрекомендатор. Но оказалось, что на самом деле у нас результаты наши превосходят в несколько раз вот эти вот базовые характеристики. Также здесь хорошо видно то, что мы перед этим говорили экспертно, что когда у нас история просмотра где-то меньше месяца, регрессия показывает значительно худший результат, чем какарнси коллаборативной фильтрации. Когда история просмотра от полугода до года, регрессия довольно сильно опережает кокарнси, коллаборативную фильтрацию, которая не так хорошо угадывает, что посмотрит пользователь. В принципе, мы говорили, что мы могли бы, конечно, повысить вот этот показатель, если бы говорили не о попадании в конкретный фильм, а о попадании, скажем, в кластер похожих фильмов. Но это уже вопрос методологии. Теперь два слова о нашем генераторе. В принципе, мы столкнулись на первом этапе проектирования нашей системы с той проблемой, с которой сразу сталкиваются, наверное, любые разработчики. Это касается не только киноконтента, это касается всего построения системы удержания клиентов банка, магазина, мобильного оператора или построения каких-то компаний, предложения чего-то, вероятность отклика на что-то. Потому что, во-первых, очень мало реальных данных есть в открытом доступе, а даже если по какой-то исследуемой теме какие-то наборы данных в открытом доступе есть, то мы никогда не можем получить фидбэк. Вот мы что-то сделали, посоветовали, порекомендовали, провели, написали, предложили, и мы не знаем, как реагируют пользователи на наши действия. Мы не можем получить фидбэк и как-то его замерить. Поэтому мы моделировали сферического пользователя в вакууме для того, чтобы воздействовать на него нашим рекомендатором и смотреть, как он откликается и что происходит. У нас была общедоступная статистика о том, как пользователи... Мы анализировали Соединенные Штаты. Была общедоступная статистика о том, как пользователи насматривают телевизор в количестве часов в течение недели. И была известна активность пользователя в течение суток. Ну, что в общем логично. И, естественно, возникла проблема, связанная с тем, что если мы просто запустим рандомный генератор событий, который всю толпу пользователей прогоняет согласно вот этим квотам, то есть там в 2 часа ночи столько пользователей, в 4 часа дня вот столько, в 7 вечера вот столько. У нас все пользователи, поведение каждого отдельного пользователя будет подчинено нормальному закону распределения, никакая модель не понадобится, мы и так будем понимать, как он себя ведет и почему. Потому что мы его таким сделали. Поэтому в поведение пользователя мы в генератор закладывали два алгоритма, которые не знали друг о друге и которые не знали о рекомендаторе, когда мы их строили. У каждого пользователя, исходя из статистики, которую мы только что видели, было 10 магических параметров. Это предпочитаемый им жанр, это второй предпочитаемый им жанр, это все эти параметры задавались случайным, иногда не случайным, числом от нуля до единицы. Это чувствительность к изменению жанра, то есть вот люблю я, например, мелодраму, я смотрю мелодраму, смотрю, 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 пока не сгорит телевизор. Это где-то 0.7, 0.8. Либо я очень люблю там мелодраму, потом экшн, потом триллер, потом мультик, тогда это 0.1, 0.2. Это чувствительность к просмотру рейтинговых фильмов, это чувствительность к новинкам, это чувствительность к продолжительности фильмов. Ну, есть люди, которые любят что-нибудь короткое посмотреть или прочитать там, а есть люди, которые любят длинные вещи. Это уровень, скажем, как часто он готов смотреть новые фильмы. и степень зацикленности, скажем, любовь возвращается к одним и тем же фильмам. Эти параметры были заданы так, чтобы, когда мы запустим этих пользователей жить, они в нашем мире отображали ту статистику, которую они отображают в реальном мире. И совершенно отдельно был написан алгоритм, который генерирует активность пользователя. То есть алгоритм, который говорит пользователю, вставай и иди смотри. Выбирает он пользователей, исходя из этих параметров. Но фишка была в том, что он не знает, какие параметры у этих пользователей, по каким законам распределения заданы им эти параметры, и не знает заранее, кого из пользователей он выберет, активизирует к просмотру. Сейчас я боюсь, нам не хватит времени, но если кому-то интересно, я формулы математику, лежащую в основе того, почему так, как и что значит пользователь не знал, и почему эти законы распределения были независимы друг от друга, могу по желанию выслать или рассказать в скайп-конференции детально, если кто-то любит математику на ночь. Вторая часть алгоритма заключалась в том, что пользователь не только активизировался и сказал, я буду смотреть, а еще и выбрал, что он будет смотреть. И чтобы этот просмотр тоже не был рандомным, чтобы мы обучили модели, она заметила какой-то тренд, а мы помним, что у нас есть предпочитаемые пользователям жанры, которыми второй алгоритм тоже пользовался. Мы построили вероятность того, что он, находясь в некой точке, посмотрев фильм G, перейдет и посмотрит фильм E. Таким образом, он оценивал, при этом он оценивал не все фильмы, а первые 30 фильмов из базы, которые, вот фильмы сортируются случайно, он берет первые 30, оценит вероятность перехода к этим первым 30, и параллельно смотрит на рекомендатор, и смотрит, есть ли у него возможность перейти на фильм, который ему порекомендовал рекомендатор. Это уже похоже на реальное поведение пользователя, потому что, когда я выбираю, чтобы мне посмотреть вечером, теоретически у меня на винчестере в полтора терабайта скачано около трех-четырех тысяч фильмов. Но реально я, как human being, не могу оценить сразу все три тысячи с точки зрения, хочу ли я посмотреть этот или этот. Я пролистываю там первые 20-30 и оцениваю степень предпочтения какого-то из них. Если я вижу рекомендаторный список, то их будет там 5 плюс 20-30. Поэтому данный алгоритм задавал вот эту вероятность не для всех фильмов в системе, а для первых 30, чтобы было честно и похоже на живого человека. Опять же, детальную математику тоже можем рассказать, показать. это наше ноу-хау. Таким образом, у нас получилось как бы два продукта математических в рамках этой работы. Это рекомендатор, который показывает пользователю, что смотреть. Это эмулятор самого пользователя, который, в принципе, можно будет еще использовать для каких-то других задач и целей. Что же в итоге на данный момент мы решили делать с этими алгоритмами сравнивых? Мы решили, что мы будем применять их все. И более того, кроме этих трех мы напишем еще новые. То есть проект сейчас находится, он завершил свою первую фазу. У нас был первый демо внутри нашей компании. И сейчас перешел во вторую фазу, в рамках которой мы имеем грандиозные планы. Все это расширить и углубить. Поэтому, кстати, мы открыты к любым вопросам, идеям, диалогу. Я вот накидала здесь визиток. Если вдруг какая-то хорошая мысля придет опосля, пожалуйста, в скайп, на почту любые вопросы, идеи, мысли, предложения, возражения. Будем очень благодарны, рады, потому что процесс живой, процесс прям идет вот сейчас. Ну, сейчас нет, потому что я здесь. А в принципе... Я здесь уже догматриваюсь? Нет. Так вот, мы решили, что мы будем использовать ансамбль моделей в зависимости от этапа жизненного цикла пользователя. То есть, когда у пользователя достаточно истории просмотра, то мы можем использовать как currency. Здесь еще недостаточно история просмотра для регрессии, но уже хорошо обучается как currency. Нет причин ее не использовать, если можно использовать. После того, что пользователь не только посмотрел достаточное количество фильмов, но и проставил достаточное для нас количество рейтингов, вступает в игру коллаборативная фильтрация. После того, что он поставил большое количество рейтингов, посмотрел достаточное количество фильмов, мы можем использовать регрессию, но чтобы сэкономить ресурсы, будем использовать ее не для всей базы фильмов, а для сегмента, одного-двух, в рамках которых находится основная активность пользователя. После того, что он осмотрел достаточно, мы можем расширить регрессию на всю базу, но это будет не для всех пользователей, а для пользователей с большой историей просмотра. И на последнем этапе мы транспонируем концепцию регрессии и будем обучать модель не для фильма, а для пользователя. То есть вот в той табличке, которую мы строили для регрессии, здесь будут фильмы, вместо пользователей, здесь будут характеристики фильмов, а здесь будет конкретный пользователь, и здесь будет пометка «Этот фильм смотрел, этот смотрел, этот не смотрел». И вот эта формула будет прогнозировать нам вероятность того, что новый появившийся фильм в системе, который мы хотим ему порекомендовать, или фильм, который он еще не смотрел, вероятность того, что он его посмотрит. При этом фильмы, которые он не смотрел, Мы будем выбирать не случайным образом, как мы это делали с пользователями, а будем понимать, что это фильмы, которые он не смотрел осмысленно. То есть не просто еще не смотрел. «Жизнь длинная», может, посмотрит, а мы уже ему инкриминировали, что он их не смотрел. Например, «Осмысленно отказался». То есть начал смотреть и остановился на первых минутах и больше не возвращался. Либо они ему подсвечились в рекомендаторе, он их проигнорировал два-три раза. Возможно, здесь еще можно будет обучить нейронную сеть для таких вип-пользователей, для которых можно построить индивидуальную модель в системе. Когда у них большая история, мы про них все знаем, все понимаем. На двух ранних этапах мы хотим проблему холодного старта решить в точке входа регрессии, основанной на соцдем-характеристиках. Я говорила, что мы включили полвозраст, регион и тайм-зону. Штаты находятся в нескольких временных зонах у пользователя в модель. Понятно, что у этой регрессии будет не очень большое качество прогнозирования, но это лучше, чем рандомная модель или лучше, чем просто показать ему новинки, построить регрессию на основе его соцдем-характеристик. То есть мы можем посмотреть, какими соцдем-характеристиками обладали пользователи здесь и какие у них были предпочтения, и априори предположить, что эти обладают такими же предпочтениями. То есть их характеристики поставить в формулу, обученную на вот этих. И здесь мы сейчас строим сегментацию фильмов, анализируя данные по фильмам. То есть фильмы могут быть похожи сами по себе, как вот «Клубника на землянику» вне контекста того, что их кто-то смотрит. Вот просто фильмы пришли, у них есть год выпуска, студия выпуска, бюджет, который на него потратили, жанры, актеры, текстовое описание, которое мы сейчас учимся анализировать. То есть какие слова встречаются, в каких сочетаниях, в каких падежах, в каком контексте, с каким рейтингом сочетается та или иная оценка. Слово «миленький» может стоять там с рейтингом «два», это значит, что это носит саркастический характер. Если оно встречается там 230 раз, значит фильм, значит, это вот еще один параметр фильма. И так далее. И если пользователь зашел, посмотрел 2, 3, 5 фильмов, мы еще не можем обучать модель, но мы уже можем сказать, что он попал в какой-то кластер, и мы можем рекомендовать ему фильмы из того же кластера. То есть если он поел землянику, мы ему говорим, а клубнику не хочешь попробовать? И чтобы он не зациклился у нас и не выел весь кластер, а потом остался в вакууме, мы будем ему предлагать что-то из соседних кластеров. Есть еще яблоко, есть еще груша, но не очень далеко, не селедку. Покажу архитектуру проекта. В принципе, доклад не об этом, но чтобы он не выглядел фирическим конем в вакууме, как математика без ничего. Здесь стоит только сказать из основных вещей, отметить, что мы использовали open-source элементы практически везде. Не практически везде, а везде. И кроме SAS, который мы не использовали. Мы его использовали для тестирования каких-то вещей, переписывали все, потом на Spark искали руками. И концепция этого решения в том, что оно разворачивается по последним тестам за 6-7 минут из докер-контейнеров на ровном месте. Ну, в облаке. В Амазоне мы его разворачивали. То есть сейчас это происходит так. Мы запускаем, разворачиваем чистую HDFS, чистую Kassandra, и наш JSON с историей закидываем в Kafka, после чего FlumeAgent быстренько накидывает событий, они попадают в Kassandra, и в Kassandra попадает ABT-таблица, и после чего запускается весь этот процесс. То есть нам нужно минут 7, чтобы развернуть это все решение на сегодняшний день. Ну, как я уже сказала, проект сейчас вошел в свою вторую активную фазу. Мы работаем над продолжением, над улучшением каких-то технических моментов. Работает техническая команда проекта. Мы работаем над математикой, которую я описала, и поэтому готовы к вопросам, идеям, предложениям. Теперь закончила. Пожалуйста, вопросы. Спасибо огромное за очень интересный, конкретный такой доклад без воды о четких вещах. И у меня два вопроса. Первый. Как в алгоритмы вкладывается, и вообще как туда попадают, например, рекламные какие-то подборки, рекламные фильмы и просто новинки. Но вот об этом как бы не было ни слова. Это первый вопрос. Рекламные фильмы сейчас туда не попадают, потому что бизнес-профит от этого проекта мы будем обсуждать тогда, когда закончим работу рекомендатора. Один из бизнес-профитов — это возможность помещать в фильмы рекламу. Но для того, чтобы сказать заказчику, что мы можем разместить в этом фильме рекламу, мы должны точно сказать. Мы знаем, какие фильмы пользователи будут смотреть чаще всего. И, что самое главное, мы знаем, кто те пользователи, которые будут смотреть вот эти конкретные фильмы. То есть мы гарантируем, что у нас реклама тамперсов не попадет в мультик, а реклама памперсов не попадет в папе во взрослый контент, а то у него Wi-Fi пропадет. На самом деле я имел в виду рекламу конкретно фильмов каких-то. То есть когда рекламодатель хочет протолкнуть свой фильм. Опять же, это не имеет отношения к математике. Это насильное бизнес-решение. Если хочешь протолкнуть, мы его повесим первым в рекомендаторе. Окей, деньги есть деньги. Тут даже математика бессильна. Но в принципе новые фильмы попадают, вносятся в базу новый фильм и рекомендуется сначала на общих основаниях. То есть он похож на какие-то фильмы с точки зрения кластеризации вот здесь. И он будет рекомендоваться в рамках этого кластера. После чего пользователи будут его смотреть. У него появится собственная история осмотра. И он попадет дальше в те или иные фильмы. Но опять же, есть и бизнес-решение этой задачи. Вышел новый фильм. У нас отдельно будет там окно в решении новинки. И там висят новинки независимо от рекомендатора. То есть рекомендатор это более тонкий персональный тюнинг. А новинки могут висеть отдельным окном. По-моему, кстати, этот фрейм есть. Я просто, если честно, больше вижу это приложение так белым на черном. И вот я только позавчера видела на планшете. Спасибо. И второй вопрос. Сравнивали ли вы те же результаты с другими алгоритмами, например, участвовавшими в Netflix Price или чем-то подобным? Какие-то кентесты, которые проходили именно в этой области? Ну, датасет Netflix Price, он убран из открытого доступа. Поэтому мы не можем на нем замерять и как-то промотировать эти результаты. Даже если бы он у нас и был, мы можем для себя что-то померить, сравнить не можем. Мы анализировали контенты, которые есть по алгоритмам в этой сфере. И мы можем смело сказать, что из идей принципиальных у нас две принципиально новые. Первое — это изменение рекомендационного списка даже тогда, когда пользователь никаких действий не совершал. То есть модель, похожие на него пользователи изменили предпочтение кардинально, и модель переобучилась, и пользователь… Допустим, я в Париже очень хочется, а что вы там были? Нет, но вчера тоже хотелось. Пользователь, например, в понедельник не смотрел фильмы, не заходил в рекомендации список, и у него был по умолчанию готов некоторый список. Потом в среду он опять не зашел, но список для него потенциально поменялся, потому что похожие на него люди дообучили модель. И когда он в пятницу зашел, он увидел тот список, который… Это вот принципиально новое, что рекомендационный список тюнингуется для пользователя, даже если он не дает сам лично новой информации. Ну и второе — то, что мы разбили жизненный цикл пользователя на фазы и хотим имплементировать несколько алгоритмов. Так, а про изменение списка для каждого пользователя разве это не идет, так сказать, из коробки в коллаборативной фильтрации? Теоретически, да, но в рамках тех патентов основных, которые мы анализировали, именно эта фишка не описана. Кроме того, мы планируем тюнинговать список не только на этапе коллаборативной фильтрации, но и на остальных. Если модель дообучилась, то мы не фиксируем для пользователя этот рекомендательный список. Ну то есть многие системы… Коллаборативная фильтрация могла бы работать следующим образом. Она обучилась, подготовила ему список, записала, и она ждет, пока пользователь его дернет. Одно из таких решений, мы видели описание такого решения. У нас нету предподготовленного списка, он нигде не лежит, он формируется тогда, когда пользователь запрашивает. Соответственно, получается, что он использует модели в последней максимальной версии их обученности. Я имею в виду вот это. Понятно, что любой алгоритм будет сам по себе обучаться, даже если конкретный. Еще такой вопрос. Как бы не получалось ли, что, используя базу MovieLens, внутренний алгоритм рекомендации MovieLens сам менял предпочтения пользователей, и как бы таким образом алгоритмы получали больше, можно сказать, очки, там не те, которые лучше угадывали, что пользователь хочет, а те, которые больше походили на алгоритм, используемый MovieLens. Это хороший вопрос. Я его запомню и тоже буду всем задавать. Конечно, получалось, но это был датасет в открытом доступе, который мы могли использовать для замера. Кроме того, если что-то и влияло на поведение пользователя, то чистота нашего эксперимента заключалась в том, что мы не знаем, что влияет. Погода, алгоритм, рекомендаторы MovieLens или другие пользователи, что-то еще. Для нас это было blackbox. Поэтому если пользователи вели себя в системе атипичным, но каким-то конкретным образом, наша задача была не столько выявить, что влияет на их поведение, сколько понять, где будет их поведение через N шагов. Вопрос о достаточности данных. В частности, для логистической регрессии. У вас, я так понял, класс пользователей, которые посмотрят фильм, был намного меньше, чем количество сэмплов тех, которые вы не посмотрели. Да. Вот. То есть, во-первых, брали ли вы одинаковое количество для позитивных и негативных? Одинаково. И после какого количества сэмплов более-менее адекватные результаты появлялись? Ну, так, навскидку. Ну, мы запускали регрессию после месяца генерации событий. Получалось где-то около тысячи пользователей на каждый фильм. То есть мы просто, ну, ввиду того, что это Hadoop, HDFS, мы даже не столкнулись с такой проблемой, как нехватка данных. У нас, наоборот, была проблема больших данных. Спасибо. Очень интересный доклад такой был. У меня очень простой вопрос. Техническая сложность создать рекомендатель и искусственных пользователей. Как бы что сложнее на самом деле было? Ну, просто тут доклад. Сейчас тут просто доклад на две части разбитый. Я понимаю, что и та задача, и та была нетривиальная. Но интересно, как бы, насколько. Ну, на данном этапе трудно ответить, наверное, объективно на этот вопрос, потому что искусственные пользователи тестировали рекомендатор, а рекомендатор тестировался на искусственных пользователях. Поэтому это как тот идеальный мужчина, который ушел искать идеальную женщину. Мы сейчас как раз думаем, что было бы здорово на второй фазе потестировать на реальных пользователях, получить реальный фидбэк. Но мне кажется, что с точки зрения математики, которая заложена, генератор, наверное, сложнее. Потому что смоделировать поведение человека так, чтобы он, с одной стороны, находил свою нишу в толпе, и мы знаем, каким законам подчиняются они в массе, но при этом его поведение было как-то единично, сложнее с точки зрения математики, потому что, в общем-то, в рекомендаторе мы пока никаких атипичных алгоритмов, скажем, не использовали. Тут больше реализация и комбинация их играет роль, чем сам. Сами алгоритмы достаточно известны. У меня вопрос больше такой. Технический полог регрессии возвращаемся. А какие получались коэффициенты Gini-KS примерно? Какой уровень прогнозной силы? От 70 до 95 по отдельным фильмам. Даже так, да? Но надо сказать, что для Movilance мы довольно сильно очищали предварительный датасет. Мы убирали пользователей для регрессии. Мы убирали пользователей, которые живут в системе меньше двух недель. Мы убирали фильмы, которые посмотрело меньше 10% пользователей. То есть понятно, что для регрессии нужна определенная подготовка. Мы когда сортировали 10 тысяч моделей, у нас где-то начиналось от 70. Но это не процент угаданных фильмов, это процент правильно-неправильно классифицированных пользователей. Об одном… Мы об одном и том же говорим. Я только что показала 16%, а сейчас говорю 70%, я смотрю некоторые. Я просто, когда регрессия… Два слова, чтобы все устали, чтобы немножечко все вникли, о чем мы говорим сейчас. Когда регрессия… Есть фильм, есть пользователи. Когда регрессия обучается, мы ее учим, что вот эти хорошие, эти плохие. Потом говорим, а теперь сама угадай, какие хорошие, какие плохие. У нас есть те, которые действительно были хорошими и были плохими. И есть те, которые регрессия говорит, вот это хорошие, вот это плохие. И здесь получается какое-то количество правильно угаданных, какое-то количество правильно угаданных. А здесь она на плохих сказала хорошее, и здесь на хороших сказала плохие. То есть то, о чем спрашивает коллега, это отношение вот этих вот, грубо говоря, к вот этим вот. Вот это число на каждом фильме, когда мы обучали ее, у нас получалось для разных фильмов от 70% до 95%. Да. Ну да, это на самом деле круто. А такой маленький вопрос, может вопрос комментарий больше. Я так понял, что для прогноза использовались поведенческие характеристики эндогенные, то есть только зависимые от клиента, от пользователя. Внешние какие-то факторы не учитывались. Я вот что имею в виду. Сейчас тут было солнышко, стало пасмурно. И количество мелодрам в общем, систематические факторы, оно, наверное, увеличится. Но сегодня суббота, поэтому не факт. Мы на этом этапе нет, но у нас планируется… Что я говорила, что регрессия имеет огромный потенциал для увеличения точности как раз за счет внесения разного рода факторов. Что от пользователя, что от внешней среды. Сюда, в принципе, можно и характеристики самого фильма вносить. Да. На данном этапе нет, но мы понимаем, знаем, что это можно сделать и планируем сделать в разумных пределах на следующем шаге. Добавить сюда еще… У меня еще вопрос есть такой. Я, насколько видел, точность коллаборативной фильтрации, она была в случае статической, динамической, она была из трех… Вот 27 процентов, 46. То есть вы решили ее оставлять, невзирая на то, что пользователи рейтинги ставят очень мало. Ну, это значит, что когда в реальной жизни мы будем ее использовать, мы будем ее использовать на тех пользователях, которые проставили достаточно рейтингов. Хорошо. А что значит достаточно? Вы думали над этим? То есть сколько это достаточно для вас? Вот эти замеры мы сейчас как раз и будем проводить. Где нам провести границы между вот этими сегментами? Притом эти сегменты не обязательно должны быть линейны по времени, так как мы здесь нарисовали. То есть мы будем проводить замер рост точности, границы смены применения алгоритма и продолжительность обучения рекомендаций к росту точности. Еще два вопроса. Вопрос такой. Сравнивали ли вы какими-то статистическими тестами ваш генератор пользователей и пользователей, скажем, с Movilance? Сравнивали. В целом получается похоже. Мы брали фильмы с Movilance и заставляли наш генератор смотреть эти фильмы. Получается похоже. То есть, скажем, наш результат удовлетворил. Я могу, если интересно, выслать на мейл параметры, чем мы мерили. Вопрос, скорее, с реальной жизни. Как вы собираетесь бороться, что к вам пришел человек, который же видел какие-то фильмы. Он там посмотрел пять, отметил пять фильмов. Вы ему рекомендации даете. Но он их не выбирает, потому что он эти фильмы видел. Ему, возможно, они понравились. Но он все равно не будет никак на них реагировать. А вы их сразу, как вы рассказывали, если он их там два-три раза проигнорировал, относите, что они ему не подходят. Мы не просим пользователя отметить что-то. Это Movilance просит отметить. Вы смотрите. Да. Когда пользователь не реагирует на что-то в рекомендательном списке, мы это отмечаем как отдельное событие. Понятно, что мы не знаем, почему он не реагирует. Но мы обучаем модель с учетом того, что он этот фильм смотреть не стал. Если он по мере обучения модели смотрит другие фильмы, похожие на него, то понятно, что на каком-то этапе мы поймем, что этот он, видимо, не смотрит, потому что он уже его смотрел, хотя другие такие же он смотрит. И у нас мы не зафейлим жанр только из-за того, что он не посмотрел какой-то фильм. Не скажем, он не любит этот жанр, потому что он этот фильм не смотрел. То есть у нас не посмотрел фильм из рекомендатора — это отдельное событие. Кроме того, мы планируем добавить возможность отказаться от какого-то фильма в рекомендаторе или пометить «да, нет», «оставить на потом». Это уже на части девелоперов, которые работают. У нас сейчас будет присоединяться направление Internet of Sins и социальные сети. Мы хотим интегрировать информацию не только в список, что он посмотрел, но и что он вообще любит, где он ходит. Поэтому я думаю, что модель пополнится новыми фактами. Ну, понятно, что это не будет там стопроцентный мэджик. То есть когда он не посмотрел, мы до конца не знаем, почему не посмотрел. По мере обучения модели как-то мы с ним знакомимся ближе. Ну, хорошо, последний. Проект стартовал в мае этого года. 20 августа был выход первого демо. В январе мы планируем показать второе демо. Сейчас в команде 17 человек. Из них два дата-сайентиста. Я и не я. Поблагодарим докладчика. Спасибо.